Талибы подняли свой флаг над президентским дворцом в Кабуле. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирным путем. Большинство сотрудников ДИП представителей западных стран покинули Кабул. Тем временем в международном аэропорту люди в панике пытались сесть на самолеты, чтобы бежать от талибов. Американские солдаты вынуждены были делать предупредительные выстрелы, чтобы сдержать толпу. Хронология событий в нашем материале. Молниеносная победа талибов и крах мечтания о современном афганском государстве. 15 августа. МВД Афганистана сообщило, что формирование талибана начали наступление на Кабул по всем направлениям. Позже талибы заявили, что установили контроль на всей территории государства. Все наземные пункты пересечения границы также захвачены боевиками. В стране начинается паника. Тысячи афганцев бегут из своей республики. Единственная возможность это сделать – улететь самолетом из международного аэропорта. Жители опасаются, что талибы вернутся к прежней суровой практике – навязывания религиозных законов. Во время их правления с 1996 по 2001 год женщины не могли работать. Применялись такие наказания, как побивание камнями, порка и казнь через повешение. Сегодня талибы начали изымать оружие у гражданского населения в Кабуле. Здесь заявляют, что больше оно им не понадобится. Ожидается, что повстанцы после перегруппировки из разных провинций будут ждать, пока иностранные силы уйдут, прежде чем создавать новую структуру управления. «У нас не должно быть высокомерия. Сейчас время для испытания. Мы будем оказывать услуги нашему народу. Мы даем безмятежность всей нации, что мы пойдем как можно дальше для улучшения их жизни». Талибы возложили ответственность за безопасность города на правительство, заявив, что пока продолжают переговоры о мирной передаче власти. Они также призвали афганцев не покидать страну, настаивая, что людям из всех слоев общества найдется место в новом государстве. Официальный представитель Талибана Мухаммад Наим заявил, что талибы хотят жить в мире с другими странами, не намерены вмешиваться в дела соседей и рассчитывают в ответ на невмешательство в дела Афганистана. Он заверил, что талибы гарантируют безопасность граждан и иностранных миссий в Кабуле, а также готовы к любым диалогам. Талибы будут уважать и права женщин, и меньшинств, но только в рамках шариата. Сейчас в Кабуле введен комендантский час с 21.00 для пресечения беспорядков.